Первые компенсации почтальоны начали разносить еще в пятницу и в выходные администрация региона уже утвердила более 150 выплат на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Еще 650 миллионов выделят из резервного фонда федерального бюджета по распоряжению правительства. Однако для самих пострадавших от паводка такие суммы кажутся насмешкой. Пока людям обещают только 10 тысяч рублей за потерянный урожай, что, к слову, ниже прожиточного минимума, и 25 тысяч за полную или частичную утрату имущества. Да это хватит нам покушать буквально на какой-то, не знаю, месяц и все. То есть, если компенсировать потери, не знаю, я не могу сказать, какая сумма потребуется, но не 25 рублей, это точно. Если они оценивают только картошку, а лук, морковку, свеклу, вот это все, они это не берут в счет, это не оценивается. То есть, только на картошку, естественно, хватает. А все остальное, чтобы солить на зиму было, и нам, и детям, естественно, это все покупать надо. Это уже третий год у меня так вот, такое вот несчастье. Теперь тонем. По краю работают 139 комиссий. Специалисты пока обошли около 2000 домов. Заявления от пострадавших почти в три раза больше. Помимо оценки имущества и выплат компенсаций, в потопленные районы доставляются гуманитарная помощь и тонны питьевой воды. Волонтеры собирают все необходимые вещи сразу в 10 пунктах по краю. Нам помогают волонтеры, жители города Владивостока. Дают машины и отвозят пострадавшие районы. Две подушки, посельное белье, мыло, тушенку, тушенку. По данным от МЧС, на утро понедельника подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 дворов в Уссурийском городском округе. Дорожное сообщение восстановлено со всеми ранее отрезанными районами. Проезды к поселкам Комиссарова, Филипповка и Крауновка открыты, хотя еще в четверг и пятницу ко многим селам можно было подойти только на лодке или плавающем транспортере. Заявления от пострадавших на компенсации, волонтерскую помощь продолжают принимать. Дороги все еще восстанавливают. Ремонт идет на 34 участках. В Уссурийском городском округе, Надеждинском, Пограничном и Хасанском районах. Реки снова в берегах, уровень воды в норме, лодочные переправы отменены. Населению остается только одно – не опускать руки и надеяться хоть на какую-то финансовую поддержку. Валерий Белоус, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом.